На тупой телевизор пошёл отсюда. Ту-ту-ту. Всем привет! С вами Ворм и упавший на пол человек, который является моим олицетворением в данном творчестве под названием «Игра». И вот это я сейчас, это моё текущее жизненное состояние, какое вы можете видеть. Я именно в такой позе сейчас нахожусь, так лежу, именно такие же прически, одежда и всё остальное прочее. И вот это вот олицетворение того, что происходит с моим каналом. Он падает, как мои просмотры, как мои подписчики. Хотя они прибавляются почему-то, я не знаю почему, но ладно. В общем, давно вы меня не видели и не слышали. Давно ничего у нас не происходило и не творилось на нашем замечательном, игровом, православном и, главное, семейном канале. Но я решил записать небольшой летсплейчик, о чём сделал небольшую новостюшку такую у нас в группочке ВКонтактике, на которой обязательно нужно подписаться, да, потому что Ворм скоро вернётся, камбэк и зрел и всё такое. Короче, всё. Бу-бу-бу. Про меня хватит, про канал хватит. У нас сегодня игра Human Float. Замечательно прекрасная музыка, замечательное прекрасное падение моего бренного тела. Вы никуда. В пучины воздуха неземные. И, собственно, чё это за игра? Игра от разработчиков, которых я особо не знаю, к несчастью, очень похожа на драчки, если вы видели там, где такие дебилоиды бегают по рингу, друг друга пытаются скинуть. Скорее всего, видели у кого-нибудь. Да, эту игру, скорее всего, видели, она вышла в 2016 году, полтора года, короче, назад. Сразу пробегусь по такие специфики дополнительные, типа... Типа, сейчас, секундочку. Настроечки. То есть мы можем создавать здесь персонажа путём... Как мне второго выбрать? Могу второго показать? Переключить игрока. То есть доступно нам два персонажа сразу. То есть это моя моделька изначальная, которую я пытался сделать. Потом я себя сделал в своём жизненном обличье, насколько это возможно. Потому что редактор здесь вполне себе прекрасненький. И, собственно, по изменению, изначально здесь идёт у нас вот такая вот модель. Вот такая вот модель персонажа. Без одежды только. О, собаку добавили. Собаку я не делал, прикольно. Короче, можно здесь выбирать цвета одежды, короче, красить это всё, перекрашивать, выбрать именно вот саму одежду, сам тип. Игра до сих пор обновляется, я удивлён. То есть тут добавляются новые скиночки и костюмчики. Я таких даже не видел. Вот это мне очень идёт. Но не суть. В общем, можно ставить свой персонаж на свой вкус и цвет. Единственное, остаётся одна и та же модель, какая и есть. То есть без изменений. Ну, это вот всё такое вот предисловие тупое. Кто не захотел, тот уже вырубил видос. И, собственно, сейчас мы приступаем к типичному летсплейчику от нашего падающего в пучины воздуха облаков дыма пара Варман. Давайте ж покажу вам, что это за игра. Она есть по сети, в неё можно играть. И вы поймёте, в чём весь прикол этой игры по сети, когда увидите, что эта игра из себя представляет. Если вы до этого её не видели. Но сеть я показать не буду. Хочу просто там полчасика записать с самой игры, чтобы вы знали, что она из себя представляет. Короче, всё. Я слишком много говорю. Погнали. Начну я с первого уровня. Это обучающий уровень. И мы пройдём где-нибудь там до первого, второго, основного уровня. Чтобы углубиться, так сказать, в недры данной игры. Итак, наш персонаж наконец-то куда-то доупал. Он может ходить на АВС и Д. Он очень уверенно идёт. Уверенно шагает. Если он упадёт вниз, то он упадёт снова сюда. То есть персонаж бессмертный по факту. Но это такое обучение. Я вам как бы рассказываю просто, чтобы вы знали. Вот. Собственно, он снова падает на то место. И умереть здесь нельзя, в принципе. По управлению мы можем прыгать на пробел. Очень тоже уверенно прыгать. И я сейчас, наверное, сделаю звук потише в игре всё-таки. Потому что я не слышу сам себя, к сожалению. Как начнёт? Вот так вот. Да. Собственно, что ещё? На шифт мы можем бегать. Тоже очень уверенно бегать на шифт. Вы даже видите это ускорение. Вот без шифта. Вот с шифтом. Очень заметное, да, ускорение? Не суть. И основная механика в том, что у нас есть левая рука. И у нас есть правая рука. Управляются на, соответственно, левую кнопку мыши и правую кнопку мыши. И мы можем клеиться к поверхностям. Вот я приклеился, и всё. Я теперь не отклеюсь никак вообще. Пока не отпущу кнопки мыши. Всё. Это всё управление в этой игре. Суть в том, чтобы дойти до конца уровня. Ничего вроде бы особенного нет. Можно посмотреть обучение. Вы только что взяли учебное видео. Держите его крепко. Отлично. Если вы заблудились или пали духом, поищите такие пульты. При активации они дают инструкции. От очень нужных до совершенно бесполезных. Если рядом с вами нет пульта, то можно снова пасть духом. А можно поискать способы решения головоломки. Всё обучение. В общем, суть в том, чтобы дойти до конца уровня. Я уже об этом говорю, наверное, минут пять, да? А вы всё ждёте геймплея. Пожалуйста, геймплей. Мы видим дверь. Мы можем открыть её. Люди. Они зайдут в любую попавшуюся на пути дверь. Хорошо. Очень уверенно шагаем по лестницам. Видим писающего мальчика. В принципе, можно сразу туда прыгнуть, но это неинтересно. Я просто в эту игру уже довольно много поиграл. Я её прошёл уже полностью. Но они нажмут на все кнопки, какие только увидят. Игрушка хороша тем, что она реиграбельна до абсолюта просто. Особенно с мультиплеером. То есть всё можно проходить по разным путям, абсолютно по-разному. Тут, скорее всего, обновляются уровни. Я не знаю, я не следил за ней, если честно. Я её просто прошёл. Я такой, блин, круто. А потом купил Соньку и забросил канал. Но это уже отдельная история, и она вам не особо интересна, мне кажется. Направление руки. Вы уже заметили, вы можете дотянуться до предметов, на которые смотрите. Если вы не можете взять предмет или нажать кнопку, дело не в руках, а в голове. Чтобы взять что-то сверху, вам нужно посмотреть наверх. Ну, в общем, это обычное обучение, которое мне не требуется, а вы, если захотите, сможете для тебя что-то обучить. В общем, суть в том, что вот я могу нажать на эту кнопку. Эх, я на неё нажал. Они будут высоко тянуться и низко наклоняться, только чтобы достичь своих целей. В общем, я нажал на верхнюю и нижнюю кнопку одновременно, управляя только мышкой. И, собственно, руками этого персонажа. Е, я крутой. Да, да, да. Хорошо, так. Так, собственно, выход с первого обучающего лобби, так сказать. Ну, первая обучающая карта, окей. И хватать всё, что им нравится, обеими руками. Но они не умеют летать и никогда не научатся. Это грустно как-то, по-моему. Но не суть. Собственно, вторая карта. Тоже ещё у нас идёт обучение. Прикол от игры в том, что, как я говорил, она очень реиграбельна. То есть, в принципе, что задумано самой игрой изначально, как обучающей карте, по обучающей карте, короче. Вот мы там видим, допустим, контейнер с мусором, да? И за ним дверь. Явно контейнер на колёсиках, его можно отодвинуть. Потому что игра офигенно физическая. Прям вообще, прям супер. Но с другой стороны, я как уже более-менее опытный игрок, да, я такой... Я могу залезть сразу туда наверх. Например, вот по этому дереву, либо по этому поезду. Просто, если ты умеешь играть в эту игру, умеешь пользоваться этими двумя великолепными клеящимися руками, ты можешь сделать в этой игре всё, что угодно практически. Она очень великолепная. Но я вам покажу её так, как есть. Собственно, первые головоломочки этой игры. Уже видим проблемы, уже затруднения. Как же быть? Что делать? Где подсказки? Жизнь меня к такому не готовила. Но мы умные с вами ребята, и мы можем догадаться, что нужно не залезть наверх, а отодвинуть этот грёбаный вагон. Что мы, собственно, и делаем. То же самое делаем со вторым. Это примитивнейшие головоломки, и на протяжении игры, чем ближе мы будем к последним уровням, тем сложнее будут головоломки, которые одному сделать очень-очень сложно, либо вполне себе трудно и проблематично. Поэтому рекомендую вам играть в неё с несколькими игроками одновременно. Лучше всё с друзьями. Потому что можно всегда друг друга подколоть. Всегда можно поугарать над какой-нибудь хернёй, над этими тупыми головами и додиками, которые уходят и бьются с таким вот стуком. А стены и предметы... Как видите, физика здесь в этой игре просто великолепна. То есть я ногами смог протолкать этот вагон нижний. И при этом толкаю вагон правый. Но он уже не катится, потому что он уперся вот этой штукой в угол. Короче, игра про физику. Абсолютно физика, абсолютная логика. Только ваши догадки и стремления, и желания пройти и достичь какой-либо цели в этой игре помогут вам её хоть как-то пройти. Этот вагон потяжелее, поэтому он толкается более тяжко, более трудно. Ой, давай, давай. Назовем как персонажа, назовем его Ворм. Я думаю, вполне себе подходящее имя для человека или существа, который носит толстовку с такой аватаркой, да? Знакомая же аватарка, я где-то её уже видел, но не суть важна. Так, собственно, головоломки просты. Я, как уже говорил, вот, наверное, неинтересно смотреть игру, которую уже проходил человек, как я, типа, я её проходил. Я уже знаю, куда идти, я знаю, что делать, я знаю, как себя вести. Но, тем не менее, я хочу вам её показать, потому что она реально великолепная. Она вполне себе популярна на YouTube просторах, но среди русскоязычной аудитории, так сказать, я особо её не замечал, поэтому думаю, что обязан вам её показать. Нужно больше русских людей, русских деградантов, хотел сказать, но не буду, русских великолепных, умных и прекрасных ребятишек, которые смогут эту игру возвысить в топы, чтобы разработчики пилили больше дополнительного контента, было больше уровней, больше разнообразия и всего такого прочего. Тем не менее, пока я базарил всю эту хренотень, я уже дошёл до самого конца уровня, и мы уже видим заветную дверь с выходом, куда мы, собственно, и направляемся. Я не могу, они так ходят прикольно. Такие додики вообще. Я могу нажать на кнопку, чтобы пройти через дверь. Также я мог отпрыгнуть оттуда, вот сюда сразу. Но, тем не менее, результат один. Я должен упасть вниз на следующую локацию. Что я, собственно, и делаю. Итак. У нас новые задачки и какие-то головоломочки. Что мы здесь видим? Мы видим здесь ящик, который мы можем взять, мы можем его кинуть. Если мы его скинем вниз, то он не исчезнет навсегда, он просто вернётся к нам на то же самое место, с которого мы его и взяли изначально. Это помогает, если, допустим, бывают игроки в кооперативе, если играть, которые просто берут и мешают. Скидывают всю фигню, мешают пройти, блочат двери вот таким вот образом. Я тоже так веселился когда-то. Сейчас, если я вспомню, как я это делал, я это тоже покажу. О, я заблочен, всё. Через меня довольно трудно теперь пройти. В правом верхнем углу вы можете иногда видеть сохранение. Это значит, что персонажи, которые дошли до этого сохранения, либо один из персонажей в кооп-игре дошёл до данного сохранения, он навсегда будет воскресать именно на этом месте. Вот. То есть это вполне себе удобная штука. Как нам говорило об учении, если ты не можешь взять ящик, то проблема не в руках, проблема в голове. Посмотри на ящик, подними руки и приклейся к ящику. Тут ещё музыка такая весёлая. Короче, игра просто топ. Я не знаю, почему она такая непопулярная на Рашке. Ну, в России у нас. Она же просто великолепная. Это просто нечто. Это просто нечто. Новый тип головоломок. У нас есть механизмы, которыми мы можем управлять дистанционно, скажем так. Можно опустить лифт, взять этот ящик, встать на лифт, подняться на лифте и, собственно, решить здешнюю головоломку. Можно просто было поднять ящик и положить её на кнопку снизу, если ты умеешь поднимать тяжёлые предметы. Или не очень. Ой, что-то затылок дочесался. Отпусти затылок. Ворм. Ворм, отпусти затылок. Спасибо. Здесь у нас очередная головоломка, которая вполне себе долго, насколько я помню. А мне лень заниматься монтажом, так как я давно уже ничего не снимал и не вырезал, и мне лень всё это делать. Поэтому мы просто возьмём и обрежем. То есть, суть в чём. Во-первых, нужно взять этот ящик, поднять на лифте туда наверх, переставить его на этот металлический объект, под названием вагон, и с вагона перепрыгнуть сюда. И забрать потом с вагона ещё ящик. Это всё сделать сложно, если честно. Ну, не сложно, долго просто. Потому что нужно постоянно туда-сюда бегать, чтобы выпрямить вагон таким образом, чтобы ты смог допрыгнуть в итоге до этой платформы, забрать ещё при этом свой ящик, поставить её на кнопку и так далее. Но, как я говорил, игра игра играбельна, у неё много путей. Мы видим дверь, в которую нам нужно пройти. Дверь открывается благодаря этой кнопке. Но, чтобы пройти игру, нужно просто достичь до... Ну, достичь контрольной точки выхода, так сказать. В таких уровнях этим является просто падение со стороны выхода. Поэтому мы просто возьмём и обойдём это место, дойдя до выхода до самого. Собственно, вот этим мне эта игра блести нравится. Этим эта игра и великолепна. То есть, вот я дошёл до этого места, вот я упал, и уровень пройдёт. Всё решает твоя голова, твои знания, помык других игроков и персонажей. Всё заключается именно в этом. И... Последний тренировочный уровень этой игры. Здесь везде есть подсказки. Ну, по крайней мере, в тренировочных уровнях. Других я их уже не помню, если честно. И потом уровни будут такие. Не просто такие белые бетонные стены тренировочные, да, там, с всякими ящиками. А прям жизненные пути. То есть, здесь мы уже видим какие-то скалы, какие-то деревья. В дальнейшем мы сможем управлять машинами, на них кататься, загружать всякий там уголь с заводов, топить печи, там, плавать на катерах, кораблях и прочих всяких парусниках. Мотоциклов, по-моему, не будет, но чё-то похожее там чё-то тоже будет. Короче, тут дофига контента. Просто дофига. А играбельность и кооператив позволяют его только улучшить. Здесь, опять же, сразу видно развилку. Можно пройти по более длинному пути, используя маленькие прыжки. Можно использовать более... далёкие прыжки, если ты умеешь, конечно, делать, а не как я. Да. Вообще, у меня это раньше получалось. Ну, кстати, подсказка, которая учит нас залезать наверх. То есть, ты должен... Как залезать? Обучаю вместо обучения. Нужно поднять руки вверх, смотря мышкой вверх, прыгнуть, схватиться за эту платформу и опускать мышку вниз, чтобы мы смотрели вниз. Персонаж сам залезет. Опускаешь потом руки и идёшь вперёд, чтобы он у тебя запрыгнул. Ну, то есть, всё это вместе выглядит вот так. Всё. Это же охеренно. Это же просто великолепно. Я не могу. Это одна из самых лучших игр, на самом деле, в которые я когда-либо играл. Игр головоломок, я имею в виду. Потому что она весёлая, во-первых. Во-вторых, она... Как сказать-то... Регабельная. И очень фановая. Есть очередной способ, который я сейчас вам пытаюсь показать. Это как можно читерить в этой игре. Ну, не читерить, используя механику игры. Короче, использовать хенты, фичи и прочую всякую штуку. Во-первых, наш персонаж с клейкими руками. То есть, вы можете подумать, что, в принципе, можно там использовать стандартную физику. Сейчас мы перелезем, попытаемся сюда. Я же залезу, да? Нет, я так не залезающе. Короче, стандартная физика. То есть, возьмёшь там, на одной руке зацепился, да? То есть, руки клеятся ко всем поверхностям. Это немножко тупо, наверное, но всё-таки реально в данном мире. То есть, мы можем раскачиваться, использовать силу маятника, клеиться к таким объектам и залезать. Да, но не всегда. То есть, через высокие стены перелезть будет либо очень сложно, либо очень долго, либо это всё вместе. Сейчас я покажу, почему. Сейчас мы дойдём до конь стены. Например, вот до этой. Игра эту штуку решила отсеять от себя, разработчики точнее, чтобы игроки не читерили, им было просто интересно играть. То есть, мы, допустим, можем приклеиться. Вот, допустим, я могу раскачаться до очень высокой высоты, посмотреть в сторону, и я не приклеюсь. Я просто сейчас не приклеился, потому что я могу приклеиться только на небольшое расстояние. То есть, вот я опять не приклеился. Я зажимал мышку, но я не клеюсь. То есть, я могу приклеиться только вот там, примерно, вот сейчас покажу, сейчас вот где-то вот на такую высоту. Примерно такая разница вот между левой и правой рукой, такая примерно высота, возможно, чтобы забираться. То есть, я могу так постоянно раскачиваться и постепенно залезать всё выше и выше. Но это, во-первых, скучно, это, во-вторых, долго, и, в-третьих, это неинтересно. Типа, зачем мне это делать, если игра для меня подготовила вот такие вот скалолазные всякие штуки-дрюки, по которым я могу просто залезать и фаниться от этого, особенно если играть в коопе, потому что в коопе и эта игра гораздо веселее. Особенно, когда вы оба не знаете, что делать, или трое, или четверо. Игра там, по-моему, до пяти, до шестерых человек рассчитана. Не, не помню, если честно, я в неё играл последний раз очень давно. Ну, так, глобально я имею в виду играл. Так, ну, я просто захожу, чтобы пофаниться или показать кому-нибудь или типа того. И вот мы видим первый обман этой игры. Типа, я открыл проход. Вот, какого чёрта я не могу перелезть? Потому что игра говорит мне снова, что она является головоломкой. Думай по-другому. Проблема не в руках, проблема в твоей голове. Собственно, просто залезаем и доползаем. Ебой. Отлично. Отлично. Йога и так бегает забавно. Бам. А когда бегают у четыре таких дауна, это ещё веселее, на самом деле. Прямо это вообще я, Йога. Она просто... Она милая, весёлая, забавная, сложная. И вот тут прям всё, что нужно есть. Кроме драк. Тут нет только драк. Но драки есть в другой игре с похожей физикой. И она, по-моему, всё-таки нет этих же разработчиков, которые эту игру делали. Но она более популярна среди летсплейщиков. популярных и известных. Ну, не такие, как я, я имею в виду. Давай залезай. Ворм, ворм, ты сможешь. Ворм. Что такое? У меня правая рука потерялась. Я залез. Тут нам нужно столкнуть вагончик вниз, чтобы потом на него запрыгнуть и перелезть. Можно, опять же говорю, залезать просто по стене. Но это неинтересно. С музыкой здесь небольшие есть проблемы. То есть она есть, она хорошая, она качественная, но она короткая. и поэтому приходится себя самому развлекать время от времени. Это немножко грустно может быть для некоторых, но мне норм. Эть. физика есть даже вот в таких вот вещах, как обычный камень, например. Ну, она такая. Она скриптовая. Скриптовая. Как там правильно ударение делается, я не помню. Но суть в том, что она есть. И, собственно, тут есть куча достижений в зависимости от твоих действий. Типа, одна ачивка здесь доступна. Он вот в том домике. Она у меня уже, конечно, есть, поэтому я ее уже не получу. Так, что рябит у меня игрушечка? Вот это одна из причин, почему я редко видосы пишу. Писал, точнее. Потому что у меня иногда почему-то начинает все лагать, и меня это, типа, бесит. Ну, что поделать? Я написал в группе сегодня то, что сегодня что-то будет. Вот вам, пожалуйста, великолепная игра с великолепным персонажем, который забирается по лестнице как уверенный в себе человек творческого роста. Открываем дверь на себя. Хорошо. Да, сейчас. Да что ж ты такой короткорукий-то? Да не закрывай, откройте дверь. Да что ж ты делаешь? Руки приклеились ко всему. Руки мыть надо, чтобы они так не потели и не клеились ко всему. Е! Это наша хата. Здесь есть ачивка, короче, если выкинуть всю мебель нафиг отсюда из... Ща покажу. Из окон! С балкона выкидываешь всю мебель, там будет ачивка типа дебошира или что-то вроде того. Она такая веселая, я не могу. Это по телевизор пошел отсюда. Тяжелая. Тяжелая штука, тяжелая. Ой, он дерется. Ты слышишь, эй? Что такое-то? Пошел отсюда. Ладно, короче, вот что из себя представляет эта игра. Это было обучение. Обучение пройдено. И после этого обучения перед нами открывается, как вы уже могли заметить при падении, огромнейшая локация. Это одна из самых маленьких локаций. То есть подсказок здесь уже в принципе нет. Есть просто какая-то обстановка. Здесь это обстановка стройки. Потом там будет что-то типа обстановки завода, обстановка какого-то замка времен средних веков и всякие такие прочие места. Здесь у нас стройка. Ее можно пройти где-то четырьмя путями. Ну, по крайней мере, это те пути, которые я находил. Примитивный путь это просто отколоть... Ну, то есть тут развилки даже в самом начале. То есть, во-первых, я могу просто перелезть через стену, используя маты. Во-вторых, я могу отломить хотя бы одну доску и разбить ею это стекло типа... Я покажу, я покажу, конечно. Я приклеился к полу. Перелезть через стекло, либо просто по стандарту отковырять все доски и открыть дверь. Вот, пожалуйста. Реиграбельность этой игры просто великолепная, как я уже говорил. Я буду продолжать это говорить, скорее всего. Эти. Ее вот, честно скажу, ее интересно проходить именно впервые. Когда ты не знаешь еще, что она из себя представляет, не знаешь все это управление, не знаешь то, что ты должен... Можешь не только сломать вот эту вот стену с помощью стрелочки, которая нарисована, а еще и... Музон. Музон! А еще и перелезть, допустим, туда, через стекло, залезть наверх на эту крышу и там уже бегать, короче, используя эти маты или что-нибудь другое, доски там и прочую всякую штуку или вот эту саму механированную херню. Вот. Но... но я покажу вам этот уровень целиком, так как он задуман разработчиками изначально. Потому что это весело. Это весело, я говорю, она великолепна. Я вот вам ее строго рекомендую купить в стиме, сыграть в нее в коопе либо с друзьями, либо там просто самому с рандомными какими-то персонажами. Потому что она очень веселая, только посмотрите на это. Видите, как я кручу этот грёбаный кран с шаром. Только теперь я не залезу обратно. Залезу, залез. Крути мой брат. В этом доме, возможно, что-то даже есть, но я там ничего не находил особо. Главное в этой игре понять всю физику этой игры и то, как ей нужно пользоваться. И тогда для тебя открыты будут великолепные возможности всего, что только есть в этой игре. Сломаем ли мы эту стену? Сломали. с первого раза замечательно. А то у меня возникали некоторые проблемы недавно, когда я пытался её посмотреть просто для себя, скажем так. Тут иногда довольно долгие сохранения проходят. Я не знаю, это будет ли отражено на моём видосе по сведению звука. Надеюсь, что нет, но скорее всего да. Это грустно на самом деле. Так, что у нас здесь? Здесь у нас рычаг, я вижу там. Вижу там кнопка. Кнопка, скорее всего, откроет эту дверь. То есть, нам нужно просто скорее всего вот этот ящик перетащить на ту кнопку. Так, задуманной игрой. Ай-яй-яй-яй! Ты что делаешь? Упала на меня балка. Балка, мост. Эдит. Эдит. Чеп, 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 О, отлично. Так, окей, зачем этот рычаг скорее всего поднимать этот мост? Ай! Сломал. Я не виноват, он сам отвалился. Но, ладно, тогда мы используем этот рычаг, чтобы разбить стекло. Лучше двумя руками. Двумя руками сильнее. Бабах. Как могли сейчас только что заметить, кнопка нажималась. Только от какого-то стекла. То есть, мы можем не тратить время, бегая за ящиком, перетаскивая и так далее. Мы можем просто положить сюда что-нибудь тяжеленькое, типа этого рычага. надеяться, что он не упадет. Либо упадет более-менее нормально. И пробежать, схитрив таким образом. как сказать-то, ограничить, я хотел сказать. Я слово забыл. Ограничить, ограничить, восстановить. Не затрачивать, короче, более длительное время на поиски прохождения этой игры. Очередная головоломочка. Ну, это простецкая фигня. То есть, тут рычаг, скорее всего, открывает дверь. Но он возвращается обратно, можете заметить. То есть, мы просто берем эту штуку, опачки, пытаемся выпрямить руки немного хотя бы. Опускаемся, застой. Используем физику. Игра основана на физике. Это, это великолепно. Пожалуйста, дверь открыта. Я сразу возьму эту балку, потому что я помню, что там дальше есть. Я не хочу просто тратить время, я просто хочу показать, как можно больше контента за... Я даже попить успел, пока у меня сохранялась игра. Хочу просто показать, как можно больше контента за полчаса сорок минут. Короче, у нас тут рычаг. Можно подвинуть эту платформу, больше двигать не буду. Тут головоломка стоит в том, что нужно постоянно двигать эту платформу, бегать за этим ящиком, восстанавливать его обратно. И в итоге поставить ящик на... Стой. Тихо, подними. Поставить ящик на этот... На эту кнопку. Но зачем нам бегать, если мы можем положить сюда любой абсолютно объект, который будет достаточно тяжел для того, чтобы нажать на кнопку. Эть! Отлично. Так, ты мне не нужен. Игра почему-то все дольше и дольше сохраняется. Я не знаю, как это будет видно на стриме. Ой, на стриме. На... В процессе уже самого видосика на ютубчике, который вы сейчас смотрите. Все в большом количестве. Обязательно ставите лайки под видосом. Обязательно подписывайтесь на канал. Если еще этого не сделали, жамкайте на колокольчик, жамкайте на ссылочку группы моей вконтакте, чтобы ничего нового не пропускать и все такое. Но не суть. Вот это, кстати, тот дом, который я изначально показывал, что можно было пройти налево через стекло, используя маты. Потом, как можете видеть, можно было там пробежать сразу туда, куда нам нужно сейчас. Ну и все такое. Здесь у нас есть подстава. Во-первых, я вижу, что сюда можно залезть. Вполне себе. Во-вторых, я вижу, там есть крюк, с помощью которого я могу перепрыгнуть через эту стену. Очень вероятно. но самое простое, то, как задумано игрой, мы видим здесь эту дверь, которая какой-то всего лишь доской заграждена, поэтому давайте ее откроем, посмотрим, что за ней, и увидим, что там нихрена нету. И проход обрезан. Сука. Говно. Что делать? Сказал бы, если бы играл в эту группировую, но я знаю, что тут ломается стена. Да, это неинтересно, черт подели, смотреть, когда эту игру уже проходили. Черт. Да. Поэтому я, скорее всего, сделаю по ней стрим как-нибудь, и мы будем смотреть стрим. И я уже вижу, что она ломается, прям вот вмятина появилась. Слышу звук. Сейчас надо поудобнее взять эту палочку. Я силен. Смотрите, какая вмятина уже. Прям как Халк. Кто смотрел черный портел, монтеро? Ставьте лайк. Я резак чего-то сказал, я просто не смотрел на черный монтер, надо будет посмотреть на меня. Так, окей. Сразу, сразу видно, что тут делается. Уже, как можете понимать, мы уже опытные игроки. И уже, уже прям все решается, прям просто на глазах. Просто за... Просто заходим, слышим грустную музыку, которая говорит, что ты почти дошел до цели. И уже сразу видим, что здесь можно сделать. Во-первых, вижу красную веревку, которая тянется к этому шару, к черному. Этот шар держит эту желтую платформу. Скорее всего, нам нужно... Отчет. Отчет. Это я заряда. Падаю, как качество моего контента на ютубе. Постоянно. И очень тяжело встать. Ладно, ладно. Окей. Так. Короче. Нам нужно на ту сторону. Используя физику. Ну, как я говорю, падаю, как мой контент. Да. и количество моих видосов на канале. Вставай, варм, ты сможешь. Давай, давай. Встал. Используя физику, как я уже сказал, мы раскачаем сейчас эту же желтую штуку. Наверное, да? И попробуем как-нибудь разбить это стекло. Если у нас это получится. Давай-ка по центру лучше станем. Ладно. Попробуем тогда другую штуку. Да что ж ты будешь делать-то? Падать не хочется, но варму приходится. Вот он. Вот так вот выглядит наш варм. Цепляется сейчас какое-либо наличие контента. Боясь упасть еще ниже. но он падает. Ладно, это шутки-шутейки. Сейчас мы пройдем этот уровень. Не переживайте, все хорошо будет. И у варма, и у вас, и у всего мира, и у всего прочего. Короче. Короче. Иди сюда. Отпустите землю. Сделаем проще. Вообще, тут можно было как-то прыгнуть, короче, и раскачать эту штуку, но что-то у меня сейчас это не получается. Поэтому я хотел прыгнуть с камнем. Камень упал, но стекло, главное, разбито, поэтому мы идем дальше, так как задумано игрой. Отсюда, если что, не допрыгнуть. Ну, если захотеть, можно. Эть, 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 почти, почти. Опа. И что мы видим? Мы видим кнопку, которая ведет нас к дальнейшей цели. Успеть пробежать через ворота практически невозможно. Можно через них перелезть, если ты умеешь лазать в этой игре. Видим ящик, видим шар, видим платформу, на которой можно запрыгнуть. Это простейший и примитивнейший уровень из тех, которые будут в дальнейшем в этой игре, как я уже говорил. Я не буду спойлерить, возможно, запущу по ней стрим, но просто хочу, чтобы вы знали про эту игру, если про нее никогда не слышали, потому что она шедевральна. Просто посмотрите на это. Используем физику. Физику этой игры. Мультяшный такой, забавный и особенный. Она особенная. Я ее так назову. Да. И при этом ты управляешь только вот двумя руками. Левая кнопка мыши, правая кнопка мыши, левая кнопка мыши, правая кнопка мыши, левая кнопка мыши. Ну ты понял. Дверчики стеклянные. Надо их аккуратненько открыть и не разбить случайно. Да ведь? Да что ж ты у меня, что-то у меня провисает. Провисает у меня опять. Вот говно, как только больше 30 минут видоса прошло, сразу игра начнет подвисать. Меня это бесит. Нет, тебе надо перелезть. Перелез. Да что такое? Господи, игра, потерпи, мы почти дошли до самого конца этого уровня. Давай, не это, не подвисай. Она подвисает. Здесь можно все управление посмотреть, если нужно. Вот, пожалуйста, левая рука, правая рука. Пульта ДУ. Я не знаю, что такое пульт ДУ, если честно. Что ж, что у нас здесь? У нас есть кнопка, у нас есть ящик, у нас есть рычаг с платформой. Хорошо. Кто-то там строит, непонятно кто, непонятно зачем, но звуковое сопровождение явно показывает нам, что это стройка. Вообще, можно запрыгнуть на синюю трубу, которая здесь. Также можно было до нее дойти с самого начала игры, этого уровня точнее. Но это не интересно, как я уже говорил. Это интересно, когда ты перепроходишь ее в следующий раз и просто хочется побыстрее там пройти какие-то уровни. Но когда тут играешь впервые, лучше идти так, как задумано самой игрой. Потому что это весело, черт подери, это весело. Это же реально весело, ты посмотри на это. Особенно, как я уже говорил, что ж ты будешь делать? Игра, пляха, не лагай. Сука, вот меня бандикам бесит, из-за него вот эти вот просадки всякие идут и жесть. И бомбит меня с этого. И поэтому не хочу новый видос сперить. Я теперь опять, понимаете, звук надо будет сводить, потому что видео ломается, а звук типа записывается. И это жестко. Это сложно, долго и геморройно и бесит меня. Ящик не хочет падать сразу. Собачка такая. Иди сюда. Иди сюда. Айча. Ванис. Ес. Нет. Еще не ес. Вот теперь, вот теперь ес. Ура! Ой. Блин, что-то меня эти сравнения раздражают. Вон, собственно, выход уже мы видим. Берем вот эту вот штуку, поднимаем. Я не знаю, это что-то уже превратилось в мой видосик такой, как летсплейчик, превратился в гайд по прохождению, наверное, да? Но, типа, я так не хотел. Я так не задумывал. Я вообще не задумывал что-то сегодня записывать, на самом деле. Просто словил мотивацию, как я написал в группе у нас в ВКонтакте. и вот так вот оно и вышло. Не падай! Спокойно. Ты дэнс! Сука! Не получилось. Давай, потянись, потянись. Давай, ворум, ты же умеешь подтягиваться. Ворум, покажи, как ты можешь, красавчик. Не падай! Хорошо. И раз. И два. И три. Желтая какая-то штука, вытягиваем ее. Она явно что-то держит, как можно заметить. Е. Там внизу стекло. Его разбиваем. Слезаем вниз. Тут рычаг, который открывает дверь, судя по всему. И ломается к чертям собачьим. Ладно. Ну и, собственно, Дэх, не мешает, желтая штука. Уходи. Не мешай. Качельки. Ес. Можно раскачаться и, собственно, прыгнуть в никуда. Что происходит с фармом, когда он долго не выкладывает видосы на ютубе? Он разбивается и падает. Или типа того. Что ж, вот. Вот такой, собственно, контент в этой игре. Вот такой, собственно, контент в этой игре. Здесь дальше у нас уже замок Камелота. Или типа того, как я говорил. Тут замок, который не снимается отсюда. Если будете в нее играть, будете сами думать, как его снять, что с ним сделать. мой персонаж просто вам что-то намекнет и все. Но, на этом мы заканчиваем. Короче, видосов давно не было. Я не знаю, как они будут дальше у нас выходить, не выходить. Возможно, будет стрим по этой игрушке. Возможно, не будет. Возможно, будет что-то другое. Возможно, будет Соника. Возможно, Соники не будет тоже. Точно обещаю, что будет на канале у нас стрим по Детройту по игрушке от Клантик Дрим, которая будет выходить. Точно обещаю, что будет видосик еще по этому Death Stranding, От Кодзимы Продакшн Обязательно будет либо стрим, либо Какой-то хотя бы видос, но скорее всего Буду выходить сам для себя, и что-то там еще Какая-то еще одна игра выходит в этом году А, Человек-паук, и что-то еще Короче, то, что я вам обязательно покажу А в основном контенте, скорее всего, буду устанавливать Постихоньку наш канал и пилить новые видосики Которые есть и не закончены Еще, то есть там тоже Зевел Визин второй И всякие там Ассасин Скриды Всякие там Масс Эффекты И всякие там Скайримы стримы, да Не забываем, они будут еще в дальнейшем Но пока времени нет, пока нет особого желания Пока вот у меня Игровой не стоит, просто сегодня Захотелось вам что-нибудь показать, вспомнить о том Показать, что я еще живой Вполне себе, как ворм Как вот это вот создание Непонятное И вот, собственно, на этом тогда Че делаем, я не знаю, что делаем На этом так, короче, все, короче, все, кому понравилось Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте Смотрите другие плейлисты, ставьте лайки Обязательно под видосиком, чтобы у меня было Было больше мотивации Обязательно подписывайтесь еще раз Если этого не сделали со всех аккаунтов Которые у вас есть, чтобы я знал, что я нужен Что мой канал имеет смысл на существовании И все такое Звучит как-то тупо, но Вот Жмкайте на колокольчик под видео Подписывайтесь на группочку ВКонтакте Чтобы новости не пропускать Ну и все такое в этом роде Короче, всем удачи, всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok